Всем привет! Guten Tag! Тема сегодняшнего занятия – различия в употреблении предлогов винительного, accusative и дательного, dative, падежей в немецком языке. Вы, конечно, помните, что в немецком языке при склонении существительного по падежам меняется прежде всего его артикль. Важно не только знать артикли, но и иметь их правильно употреблять по падежам. Вы, наверное, уже знакомы с четырьмя падежами в немецком языке. Nominativ, genitive, dative, accusative. Более подробную информацию о падежах в немецком языке ищите в предыдущих выпусках Episch Deutsch. Сегодня мы поподробнее поговорим о dative и accusative. Итак, тема сегодняшнего занятия – dative und accusative – wechselpräpositionen. В немецком языке есть ряд предлогов, которые употребляются как с дательным, так и с винительным падежом. Важно понять принцип, по которому используется тот или иной падеж с такими предлогами. Все очень просто. Это принцип двух вопросов – куда и где. Итак, какие же предлоги не могут между собой поделить dative и accusative? Для начала давайте их назовем. In, в, an, u, при, au, na, neben, рядом, hinter, szade, über, nad, поверх, under, pod, por, перед, zwischen, между. По-русски мы говорим «Сегодня я пойду в парк», «Вчера я был в парке». Слово «парк» склоняется по падежам в зависимости от вопросов «куда» и «где». То же самое происходит и в немецком. Значит, на вопрос «куда» отвечает существительное с предлогом в форме аккузатив. На вопрос «где» в форме dative. Для лучшего понимания советуем мысленно представить предмет, о котором вы говорите. Если предмет движется по направлению к цели, значит, употребляем существительное в акузатив. Но если оно просто где-то находится, то без раздумий берем форму dative. Теперь разберем все вышесказанное на конкретных примерах. Я был в кино в субботу. Я иду в столовую. Обратите внимание на то, что «ин дэм» сливается в «им», а «ин дас» в «инс». Сливается также предлог с артитлем в мужском розе дательного падежа у предлога «ам». «Ди штулья стоят у стола». «Стулья стоят у стола». «Их фааре ворхинь?» «Ам дизей». «Я еду на море». Кошка прыгает на кушетку. Кошки спят на кровати. Предлог «ав» сливается с артитлем среднего рода винительного падежа. «Дэс мэтчен гейт ворхин?» «Авс гимназиум». Девочка ходит в гимназию. «Их лэгий дэцайтун ворхин?» «Во дэм югэм». «Я кладу газету перед мальчиком». «Моника танцует перед подругами». «Ди лампе фэлт ворхин?» «Хинтар дэн бюхэршранк». «Лампа падает за книжный шкаф». «Мэйне леварин вонт ворхинтар мэйнем хаус». «Моя учительница живет за моим домом». «Мэйн фатер хэнг ди лампе ворхин?» «Ювер дэн тиш». «Мой отец вешает лампу над столом». «Ди лампе хэнг во?» «Ювер дэн тиш». «Лампа висит над столом». «Ди катце лёйфт ворхин?» «Унтер дэс даш». «Кошка бежит под крышу». «Дэ хунт вонт во?» «Унтер дэ брюки». «Собака живет под мостом». «Анди лэгт дэс хэс ворхин?» «Небен дэс ворхинь». «Энди положил тетрадь рядом со словарем». «Дэйна шуле ист во?» «Небен мэйнем хаус». «Твоя школа расположена рядом с моим домом». «Дарф их мэйне ташэ ворхин?» «Звишен дэн тиш унди ліге лэген». «Могу я положить мою сумочку между столом и кушеткой?» «Дэ профессор ситт во?» «Звишен дэн бойни». «Профессор сидит между деревьями». В некоторых двойственных случаях с предлогами местоположения возможно использовать и аккузатив, и датив. «Бефестиген ан дэр ди ван». «Закрепить на стене» или «прикрепить на стену». «Беграбен ин дэр ди эрди». «Зарыть в земле» или «зарыть землю». Однако в подобных случаях немцам привычнее использовать один падеж, чаще датив. «Петер versteckt дэс гэльд хинтер дэм бау». «Пётр прячет деньги за деревом». Не всегда рассмотренные нами предлоги обозначают место. Иногда их употребляют в переносном смысле. Это называется управлением глагола. Чтобы присоединить к себе зависимое слово, глагол требует обязательного употребления предлога с определенным падежом. Тогда после «ан», «unter», «for» будет «датив», а после «auf», «über», «аккузатив». «Я узнаю его по его бороде». «Киндер unter 10 Jahren». «Дети младше 10 лет». Таким образом, не стоит падежам делить общие предлоги. Однако, изучающим немецкий язык, стоит их запомнить. На сегодня это всё. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...